В мой дом прилетел снаряд, поэтому я вынужден отправиться в прифронтовой город, чтобы навести порядок в квартире, которую не посещал более двух лет. Удивительно, но в нынешней обстановке через Славянск ходит поезд, на котором я и отправился в путешествие. Да, на сегодняшний день для многих украинцев поездка в родной город – это целое путешествие. Погода, конечно, сегодня шикарная. В общем, спустя 7 часов пути я, наконец, вступил на родную землю. Иду я, значит, за велосипедом, потому что пешком не гоже ходить. Заросло все просто капец. Вот они, вот они мои велосипеды. Правда, колеса полностью спустили. Ну, конечно, стоял аппарат 2 года, представляете? Никто на нем даже не ездил. Там тоже стоит еще один красавец. Вы его точно знаете по предыдущим роликам. В общем, сейчас я его достаю, качаю колеса и отправляюсь домой. Заднее колесо накачал, а вот переднее, походу, все. Спрела там камера, потому что, ну, вообще, в холостую просто качается. Спрела камера, в общем. Нужно идти и доставать другой велосипед, второй, и на нем тоже качать колеса. Фух, пока накачал колеса, аж упрел вот этим вот маленьким насосиком. Машин, конечно, в городе мало, людей тоже. Машин, конечно, в городе мало, людей тоже. Так, впервые за два года я попаду домой. Даже не помню, какими ключами открывать. Вот этим, наверное. Ой-яй-яй-яй-яй. Даже свет горит, представляете? Сейчас, короче, я разбуюсь и покажу все подробно. В общем, свет есть. Газ тоже есть. Вода тоже есть. Правда, напор не очень, но жаловаться в таких условиях не стоит. Ну и самое главное, это отопление. Батареи достаточно теплые. Поскольку сейчас 10 градусов мороза, если бы не было отопления, здесь, в принципе, находиться было бы в данном помещении невозможно. Невозможно. Цветы, которые не поливали уже 9 месяцев. Этот вообще бедолага. А вот пальмочка, пальмочка, еще как-то выжила. Видите, шторы шевелятся? Это из-за того, что несколько снарядов в крышу попало. И с этой стороны у меня перекосилось окно. Вот, окна закрыты, но при этом сквозняк сумасшедший. Вообще, эта квартира мамы, она выехала отсюда в марте. Ну, а я в последний раз был, как и, собственно, говорил ранее, два года назад. Решетка вентиляции вообще покинула чат. Вон там где-то за холодильником лежит. Вылетела от ударной волны. Ну, и самое интересное, это балкон, собственно говоря. Заходим, значит, на балкон. Опа. И видим вот такую картину. Как бы... Самое интересное, что все остальные окна на балконе целые. Это, получается, либо осколок. Вот сюда. Через окно прилетел. И вот еще следы на стене. Вот, кстати, господа. Вот он. Вот он. Это осколок. Не знаю от чего. Дверь в двери. Дырка. И вот, что я увидел. И еще один осколок. Вот еще, кстати, продырявило. Я не знаю. Я там окно не буду расколупывать, но там, скорее всего, внутри тоже осколок какой-то лежит. Сейчас откроем. Во. Как я и говорил. Видите? Осколок. Еще один. И на самом деле, вот кажется, вот ерунда. Ну, глянь, какой маленький, да, осколочек. А вы представьте, если таких штук 10 у вас прилетит, и с какой скоростью они летят, и какой температуры они, что они пластик плавят. В общем, ну, страшная вещь. Я же говорю, вот окно, вот диван. Здесь, когда вот эта шляпа прилетела, вон там, вон там, в ту сторону райгорода Климан. То есть, линия фронта была 15 километров отсюда. Сейчас линия фронта отсюда примерно 40 километров. Третий по счету уже. Используется балкон на данный момент как холодильник. Ну, в принципе, как и у всех. Потому что свет туда-сюда. Ладно, что-то я заболтался. Надо идти окно вот это сейчас заделывать. В общем, окно я заклеил сперва одним слоем толстой пленки, а затем полиэтиленовыми пакетами. Думаю, пока на первое время сойдет, там может быть фанерой завью. Или, не знаю, есть ли в этом смысл, потому что завтра может прилететь снова. А теперь, что касается осколочков. Вот такое количество их я нашел, когда подметал пол. А также нашел вот такие вот отверстия. Вот еще один в коллекции. И вот пожирнее. Тоже специально не вытягивал, он встрял. В общем, хочу подытожить. На самом деле, мне очень сильно повезло. Потому что вокруг моего окна у соседей, у всех, окна посыпались. Также соседний стояк тоже весь остался без окон. В общем, надеюсь, ночь будет спокойной. Сегодняшняя ночь была достаточно спокойной. Сейчас планирую поехать на рынок за молочкой. Может быть, что-то подсниму, если будет настроение. Ну и потом заеду до друга. Пробежался я быстренько по рынку. Людей хватает. Летом сюда уже прилетало. Поэтому во избежание проблем снимать базар я не хочу. В общем, купил полкилограмма творога. Цена за килограмм 120 гривен. Ну и взял полтора литра молока. Цена 30 гривен литр. То есть, бутылка мне это вышла в 45 гривен. Все это стоило 105 гривен. Пятерку мне уступили. Ну как уступили? Я давал женщине 150. У нее не было сдачи. Она говорит, забирай за 100. Кстати, вот вам цены на молоко в магазине. Есть еще вот такое по акции. Раз уж заговорил за магазин, на полках есть все необходимое. Единственное исключение это мясо. Дешевые позиции типа гамилок и крылышек быстро раскупают. А балыки и прочее не всем по карману. В общем, в магазине я купил хлеб, макароны, яйца, капусту, воду, яблоки и банан. Для сравнения, в Киеве эти продукты стоят вот столько. Цены на овощи и фрукты указаны за килограмм. Ну и батон массой отличается. Чеки, соответственно, прилагаются. Дома у меня осталось немного моющих средств, использовать которые я буду экономно, потому что здесь они очень дорогие. Упаковка стирального порошка стоит 97 гривен. Для сравнения, в Киеве этот же порошок, просто дизайн коробки новый, стоит 47 гривен. Раз уж речь зашла о сравнении цен, то давайте поговорим о транспорте. Проезд в троллейбусе бесплатный. Правда, ходят они редко, а во время воздушной тревоги, а она здесь часто, останавливаются. Есть, конечно, альтернатива в виде автобуса, но цена проезда 20 гривен. В Киеве, например, общественный транспорт стоит 8 гривен. Поскольку речь пошла о транспорте, то было бы правильно упомянуть цены на топливо. Для тех, кому интересно, почем бензин. 95, 52, 92, 51, дизельное топливо 56 и газ 36, 50. А вот цены на первой попавшейся заправке в Киеве. Можете поставить на паузу и посмотреть, сравнить актуальный на декабрь 2022 года. Все вышесказанное нивелируется тем, что здесь у людей свое жилье. Снимать квартиру в более безопасном городе Украины дорого. Поэтому многие люди возвращаются. Теперь о животных. Просто жесть. Куча собак бегает, брошенных. Ну, видимо, люди уехали, поотпускали с цепи просто. И вот они бегают по улицам, грызут там, лают на каждую машину, грубо говоря. Жесть. Вот просто посмотрите, вот еще бежит. Пока мотался в городе по делам, видел, как затопило несколько квартир. Причины не знаю. Возможно, потекла батарея или банально забыли перекрыть воду. Летом в квартирах воды не было. Сейчас водоснабжение восстановили. Но не все вернулись. Из-за большого количества стекол на улицах случилась вот такая вот неприятность. А это означает, что я до товарища не поеду, а буду заниматься вот этим вот вопросом. А вот, собственно, и сам корень зла. И вот такую он оставил после себя пробоину, этот осколок. И вот я перед тем, как установить камеру, решил проверить покрышку, не торчит ли из нее кусочек стекла или еще чего-то острого. И вот уже который раз замечаю вот такие вот приколы. Из-за чего это происходит? Коммунальные службы не песком посыпают дороги, и посыпают шлаком. Это, кстати, не дырка, не сквозная. Это вот просто впился кусочек шлака. Вот, посмотрите. И вот такое осталось в покрышке. И таких, кстати, моментов очень и очень много. Вот, смотрите. 18.31. Еду сейчас по центральной площади города. И, как видите, здесь, кроме моего фонаря, в принципе, ничего больше не светит. Вот я сейчас кружок сделаю, чтобы вы удостоверились. Последний раз Новый год в Славянске я встречал в 2020 году. В те времена площадь выглядела вот так. Сейчас праздником и не пахнет. Обратите внимание, вот на дома вообще просто ничего не светится. Одно-два окна на дом. Очень много людей ходит без всяких светоотражающих элементов прямо по дороге, как вот только что бабушка и шла. На велосипедах без мигалок, без всяких фонарей. Просто фукс, и появляется человек из ниоткуда. Очень опасно. Домофон не хочет открываться. Должен пропищать и открыться. И это у всех, да, жильца у дома? Да. С ума сойти. Но именно у меня тут. Не знаю, как там. Тут, да. В подъезде можно видеть, как люди хранят на всякий случай палочки, всякий хворост, для того, чтобы, если отключат газ и свет, приготовить себе еду на костре. В принципе, пару месяцев назад этим и занимались. Летом не было ни газа, ни света. Люди готовили на кострах. Сейчас идем на девятый этаж пешком. Потому что лифт не работает. Поднялись кипятим электрочаником. Пока есть свет. Свет тут выключают три раза в день. Потому что газ не поступает в квартиру. Вот я кручу, ничего вообще не слышно. Воды тоже нет, да? А ну да, гора посуды. Видно, что воды нет. В общем, сидели, пили чай и выключился свет. Ну, как обычно. Без света и батареи начали остывать. Мы сейчас находимся, в принципе, на самой верхней точке города. Плюс еще и на девятом этаже. И вот это все, что можно видеть из окна. Все огоньки. Тут, конечно, поярче. В центре вообще мало очень окон светится. Ну, многие, кстати, окна просто забиты. Поэтому не видно света. Ну, плюс люди там придерживаются света маскировки, вот этих всех мероприятий. В общем, как-то так. Вот так и прошли первые два дня. Ну, а дальше рутина. Закрыл окно, убрался, встретился с друзьями-знакомыми. Кто-то вернулся, кто-то не выезжал, кто-то погиб. Яркий пример Катя, девушка, с которой мы когда-то снимали ролик на основной канал. Самое страшное, что никто не знает, конец это или только начало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова